Мировые партнеры, которые заинтересованы в разграблении российских ресурсов при поддержке ныне существующей власти, естественно, закрывают глаза на любую грязь в отношении левых, которые происходят в нашей стране. Грудинин начинает захватывать путинский электорат. Он говорит о рейдерстве, он говорит о произволе властей, он говорит о нападках на малый и средний бизнес и на индивидуальных предпринимателей. Это развитие должно быть не в интересах узкой группы правящей верхушки, а в интересах всей огромной массы населения. Здравствуйте, это Максим Шевченко. Поговорим о ходе президентских выборов. Навязываемые властью опросы социологические, если их так можно назвать, конечно, на мой взгляд, фальсификационно-социологические, глухомысленно рассказывают нам о том, что традиционный электорат КПРФ не хочет голосовать за Грудинина. Тем самым власть выдает свою главную мечту этих выборов расколоть красное ядро, которое традиционно дисциплинированно голосует так, как их просит об этом руководство партии, Геннадий Зюганов и другие руководители партии. И что якобы коммунисты, часть электората КПРФ побежит или к спойлеру Сурайкину, непонятно кому, или вообще отдаст свои голоса за Путина, а то и за Жириновского, или плюнет и не придет на выборы. Это, конечно, показывает нам готовящиеся технологии и манипуляции, которые власть пытается привести в действие для того, чтобы не допустить высокого процента Павла Николаевича Грудинина и вполне возможного и вероятного второго тура, в который могут выйти Путин и Грудинин. В частности, то, что опять, как только у нас возникает ролик про Грудинина, нам сразу в течение часа накидывают тысячи дизлайков, вот так вот идет кривая просмотров, вот так вот идет кривая дизлайков, которые внезапно вот так вот начинают расти. Говорит о том, показывает нам, какие темы страшны просто для власти в ходе этой грязной избирательной кампании. Ну, ничего страшного, несмотря на дизлайки, мы будем гнуть свою линию, мы будем выступать за демократию, за конституцию Российской Федерации, за нормальное, цивилизованное, современное демократическое общество, которое, по крайней мере, в его европейском измерении, а власть очень часто любит говорить, что Россия это Европа, Россия Европа, хотя, конечно, мы знаем, что Россия это никакая не Европа. Так вот, в Европе левые социал-демократы, социалисты, коммунисты играют важнейшую роль в факторе развития тех государств, которые считают себя европейскими. Очевидно, вот эта корпорация под названием Российская Федерация, которая прикидывается государством с помощью политтехнологов, даже не пытается на самом деле изображать из себя какое-то европейское пространство. А их мировые партнеры, которые заинтересованы в разграблении российских ресурсов при поддержке ныне существующей власти, естественно, закрывают глаза на любую грязь в отношении левых, которые происходят в нашей стране. Стоит у Навального пальчику, там, не знаю, заболеть, стоит у какого-нибудь либерала, там, типа Гудкова или Собчак, что-нибудь случится, как Госдепартамент, ЕС, там, не знаю, мировое сообщество озабоченно хмурит брови, взрывается возмущением. С левыми можно делать чего угодно, любая грязь, возможно, в отношении левых. Но в данном случае эта грязь попадет явно не туда, потому что, уважаемые политтехнологи, скажу вам откровенно, электорат КПРФ даже ворча, даже до конца не понимая, потому что не всем же Павел Николаевич может лично объяснить, почему он, человек из бизнеса, пришел и пошел кандидатом от КПРФ на выборы, как Геннадий Зюганов не каждому члену партии может лично объяснить, взяв его за ласкан и попив с ним чаю, почему, мол, мы выбрали Грудинина, которого они называют подмосковным олигархом, хотя никаким олигархом он не является. Но даже ворча, все равно коммунисты обладают диалектическим сознанием, обладают способностью верить не мифам и сказкам, а разбираться в реальной ситуации, сопоставляя и анализируя все исходящее и все происходящее. А вот Павлу Николаевичу судьба дала такую фамилию от слова «грудь», милые женщины. Вашей грудью была встроена вся наша многострадальная Русь и Александр Невский, и Минин, и Пожарский, и Александр Матросов, и Гагарин, у него красивая фамилия. Ну что говорить, какие ассоциации песню? В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Поэтому я уверен, что несмотря на мечты политехнологов от власти, ядерный электорат КПРФ проголосует так, как партия попросит его проголосовать. И я уверен, что это будет достаточно сильный, стабильный процент голосов. Но проблема Грудинина для власти не в этом. Если бы это просто КПРФ, ну и хорошо, спектакль идет так, как власть задумала в ЛАБЫ. Но Грудинин не является частью спектакля. Его выдвижение разрывает это общество спектакля под названием «Политическая жизнь Российской Федерации». Грудинин начинает захватывать путинский электорат. Он говорит о рейдерстве, он говорит о произволе властей, он говорит о нападках на малый и средний бизнес и на индивидуальных предпринимателей. Он говорит о проблеме дальнобойщиков. Он говорит о профсоюзах, он говорит о нищенских зарплатах, он говорит о нищенских пенсиях, он говорит о тяжелейшем положении, там, не знаю, матерей и семей. Он говорит о том, что большая часть народа нашей страны прозябает. Может быть, не живут в нищете, но прозябает на фоне той узкой кучки, которая не просто роскошествует, а запредельно роскошествует, подобно богам на земле. Хотя, на самом деле, являются просто смотрящими от мирового порядка за нашей страной. Поэтому плохой Сталин, хороший Сталин, это уже сейчас не имеет значения для многих. Даже те люди, которые Сталина не любят, даже те люди, которые за Сталином числят преступления, такие как большой террор или депортация народов, даже те люди, которые имеют к Сталину исторические претензии, будут выбирать Сталина, Ленина и Красный проект, даже не будучи красными, по сути, как символ национального суверенитета, безопасности и развития неколониального нашего народа и нашей Родины. Это развитие должно быть не в интересах узкой группы правящей верхушки, а в интересах всей огромной массы населения. И также население окрестных земель, которые ждут и чают от нас опять выдвижения идей справедливости, равенства, братства, социального развития, восстановления Советского Союза в тех или иных форматах. Поэтому я думаю, что компания Грудинина, безусловно, крайне успешная. Это вторжение в путинский электорат. Это, безусловно, захват этого вялого, непонятного электората справедливой России. Я, честно говоря, вообще не верю, что такой электорат существует. Но если он есть, то, безусловно, он в основном отойдет Грудинину. Процентов 70-80, а 20 там где-то рассосется между Путиным. Это, безусловно, захват протестного электората Навального, поскольку Грудинин бескомпромиссно и жестко, несмотря на давление власти, бросает вызов этой системе информационного политического диктата, произвола, манипуляций и шельмования. Поэтому, сколько бы дизлайков вы не ставили, как бы вы не пытались заглушить наши голоса, как бы вы не пытались затормозить наше развитие, уверен, что страна и народ и избиратели сделают свой выбор. Левые предлагают не войну, левые хотят не власти, левые хотят стабильного, справедливого развития в интересах всей страны. Левые открыто устами Зюганова и Грудинина многократно предложили Путину большую коалицию. Большую коалицию. Власть отказывается от большой коалиции, поэтому вся вина за последствия этого отказа будет лежать на власти, а не на левых. Потом не говорите, что левые виноваты в том, что случилось в октябре. Потому что то, что случилось в октябре, виноваты временное правительство, его правые черные корниловские пособники. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube канал.